Всем привет, меня зовут Михаил, рад видеть вас на канале iZender Today. Наверное, многие из вас слышали про смартфон Xiaomi Mi Mix, который наделал немало шума на момент своего выхода. У него было много недостатков, среди которых и низкое качество передачи речи, и посредственная эргономика. Добавьте сюда так себе камеру с учетом его стоимости, да и сама стоимость для китайских смартфонов была непривычно высокой. Но одного было не отнять. Потрясающий дисплей в сочетании с новаторским на тот момент дизайном, который потом условно стали называть безрамочным, хотя по сути он таковым конечно же не является. Все это в сочетании друг с другом смотрелось настолько впечатляюще, что за это многие были готовы простить ему все недостатки, о которых я сказал выше. Разумеется, такой успех не мог пройти незамеченным. Сами Xiaomi недавно выпустили уже вторую версию Mi Mix, а менее знаменитые китайские производители подхватили эту идею и начали выпускать собственные версии таких безрамочников. Одним из них стал и Dugi Mix. Китайские производители третьего эшелона у меня, да и думаю не только у меня, пока еще вызывают смешанные чувства и некоторые опасения, поэтому попользоваться этим Dugi было вдвойне любопытно, что я и сделал и теперь готов поделиться с вами своими впечатлениями. Ну а перед тем, как перейдем непосредственно к обзору, попрошу не забывать, в случае если он вам покажется полезным, поставить лайк после просмотра, а также подписаться на канал и отметить значок уведомлений, чтобы не пропускать новые ролики. Если же Dugi Mix заинтересует вас настолько, что вы решите его приобрести или поинтересоваться актуальными ценами, то по ссылке в описании вы можете это сделать. Все, заканчиваем с предисловиями и приступаем. Источник вдохновения дизайнера в Dugi очевиден и на мой взгляд сделать красиво и даже эффектно у них получилось. Разумеется, рамки у него есть, даже если брать в расчет только боковые и тушь над экраном, но все равно смартфон смотрится здорово. Когда экран включен, то появляется то самое ощущение изображения от края до края, ради которого все и затевалось. В общем, надеюсь видео передаст те эмоции, о которых я говорю. Задняя крышка, само собой, не керамическая, как в случае Xiaomi Mi Mix, но выглядит также нарядно, благодаря зеркальной поверхности. По крайней мере, до тех пор, пока вы не возьмете его в руки и стекло не покроется отпечатками. К слову, по заявлению производителя, с обеих сторон аппарат прикрыт не абы каким стеклом, а Gorilla Glass пятого поколения. Не керамика, конечно, но все равно неплохо. Вариантов расцветки три. Это синий, черный и то, что дуги назвали Coral Blue, но по мне ближе всего к цвету морской волны. Расположение элементов, несмотря на нестандартный формат рамок, в целом мало отличается от привычной схемы. Даже разговорному динамику и датчикам освещения и приближенности нашлось место над экраном. Под ним расположен сканер отпечатков пальцев. Работает неплохо по скорости и точности, но может засыпать после некоторого времени бездействия. В этом случае приходится сначала включать дисплей кнопкой питания и уже после этого разблокировать смартфон при помощи сканера. Также на него можно повесить функцию кнопки домой и назад, но реализовано это так себе, и в случае дуги Mix удобнее пользоваться наэкранными клавишами. В руке Mix лежит неплохо, но стоит иметь в виду, что несмотря на небольшую высоту, ширина устройства осталась такой же, как и у других смартфонов с экраном на 5,5 дюймов. Так что необходимость перехватить смартфон или воспользоваться второй рукой периодически все-таки возникает. По этой причине иногда очень выручает режим для работы одной рукой, про который, к счастью, не забыли. Собран гаджет хорошо, никаких замечаний по этому поводу у меня не возникло. В дуге Mix используется Super AMOLED дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 720 на 1280 точек. Несмотря на невысокую плотность пикселей, картинка смотрится на удивление хорошо. Отдельные пиксели различить можно, но только если специально взглядываться с небольшого расстояния. Цвета смотрятся сочно, при заводских установках чуть более насычно, чем на IPS-дисплеях, но не настолько, чтобы вызвать дискомфорт. При желании можно подогнать изображение под себя при помощи инструментов Miravision. Запас яркости и углы обзора тоже на хорошем уровне, информация на экране различается даже под ярким солнцем. Что порадовало, вполне адекватно работает и система автоматической регулировки подсветки. Можно похвалить Дуги ещё и за то, что не стали экономить на леофобном покрытии. Качество среднее, но всё равно лучше, чем голое стекло. Работает Дуги Микс под управлением Android 7 версии в сочетании с собственной оболочкой. К счастью, серьёзно перелопачивать интерфейс китайцы не стали и обошлись косметическими изменениями. Самое заметное – котёнок-переключатель, который свисает с верхней части экрана. Единственная его функция – открыть галерею тем оформления. Сначала кажется даже забавным, но потом постоянное мельтешение быстро надоедает. Благо, эта штука отключается в настройках. Ещё одно добавление от Дуги – лента новостей. Доступна по свайпу экрана влево. Заполняется она в соответствии с настройками региона, так что на досуге можно даже и почитать. Остальные изменения по сравнению со стоковым Android малозначимы. Как, например, сортировка значков в меню приложений по алфавиту. Кстати, меню можно и вовсе отключить, и в таком случае все приложения будут ображаться на рабочих столах. Есть и своя система управления жестами, но из-за своеобразной локализации понять, что подразумевает та или иная функция, может быть непросто. Ещё одна слабая сторона небольших производителей – стабильность системы. Хоть Дуги и исправляют ошибки периодическими обновлениями, на момент обзора стабильность прошивки оставляла желать лучшего, хотя в целом пользоваться уже можно. С аппаратной начинкой ситуация такая же неоднозначная, как и со многим у этого телефона. Начну с того, что я пользовался старшей модификацией, которая обещает сочетание процессора Helio P25 от Mediatek и 6 ГБ оперативной памяти. Если с памятью всё понятно, то процессор работает на пониженных частотах и по факту находится где-то между, собственно, Helio P25 и P20. Работает аппарат, тем не менее, вполне себе шустро. Интерфейс плавный и отзывчивый, различные повседневные задачи выполняются без лишней задумчивости. В бенчмарках результаты по нынешним временам неудивительны, на уровне прочих среднебюджетных решений. В играх по большей части тоже всё хорошо, хотя, конечно, танки на высоких настройках в жаркие моменты могут и просесть ниже играбельного уровня. Так что для гарантированно комфортного геймплея лучше немного их снизить. С большинством других проектов проблем возникнуть не должно. Под хранение информации отведён накопитель на 64 ГБ. Для моих нужд этого хватает с запасом, но, разумеется, кому-то может и не хватить. В этом случае можно пожертвовать слотом под вторую сим и установить карту памяти объёмом до 128 ГБ. Порадовал внешний динамик, играет громко и даже относительно чисто, хотя, конечно, слишком многого от него ждать не стоит. Аккумулятор на 3380 мАч держится довольно неплохо, чего можно было ожидать с учётом невысокого разрешения экрана и экономичного процессора. В обычном режиме с небольшим количеством игр можно рассчитывать на полтора дня работы, или даже на два, если экономить. Проигрывать видео на максимальной яркость дисплея аппарат смог немногим больше 9 часов. Двойная камера стала модным трендом среди производителей смартфонов в 2017 году. Её можно встретить на всё большем количестве моделей, даже там, где толку от такого решения нет никакого, как, например, в дуге Mix. Теоретически, второй модуль должен помогать в реализации размытия заднего фона. К сожалению, в дуге этот эффект реализован самым простым и топорным способом и явно не требует второго сенсора. Абсолютно так же размывать умеет, например, Instagram. В целом, снимки получаются очень средними, и даже детализация, несмотря на 16-мегапиксельный сенсор, оставляет желать лучшего. Явные проблемы с фокусом, он постоянно гуляет и пытается перенастроиться, причём иногда довольно-таки неожиданно. Такая же картина наблюдается и при съёмке видео. Короче, дуге Mix определённо не про фотографию. С прямыми обязанностями дуге Mix справляется так же, как и большинство других смартфонов. То есть хорошо. Всего можно установить две сим-карты наноформата. Важен для китайского смартфона момент, большая часть популярных на территории России частот 4G поддерживаются. В остальном всё стандартно. И, почти привычно для китайцев, нет NFC. Так что об Android Pay можно забыть. Рекомендовать дуге Mix как обязательный к покупке я, конечно же, не буду. Скорее наоборот, советую дважды подумать перед тем, как решиться. При всех его недостатках стоимость, тем не менее, остаётся довольно высокой, и за те же деньги можно взять проверенные и куда более стабильные аппараты от тех же Meizu или Xiaomi. По сути, причина для покупки Mix может быть только одна. Если вы очень впечатлены подобным дизайном, а денег на оригинальный Mi Mix или его вторую версию жалко. Разумеется, это только моё мнение. И если вам есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. На этом на сегодня всё. Если обзор был полезен, обязательно поставьте лайк, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok